Из вас есть карта. Вы каждый день совершаете покупки. Как вам идея? Вы приходите с нашей картой, половинка будет дизайна банка, половинка свитерс. Вы выходите из тех заведений, в которые вы и так ходите. Если их нет на платформе, у вас будет возможность их подключить и на этом зарабатывать. Попили кофе, оплатили данной картой, вам пришел кэшбэк от банка и от нашей компании. Деньгами! Классно? Представьте, я вам расскажу просто на будущее, чтобы вы поняли масштабы. Вы сидите, просто 20 человек на работе решили пообедать. Пришли в кафе, пообедать, 20 человек покушали. После этого надо заплатить за счет. Вы говорите, ребятки, дайте я вот свои карты заплачу. И вот так, между всеми, мимо лица, как всех, раз, свитер, свитер, раз, заплатили. И говорите, ребятки, сейчас придет живыми деньгами. Как вы думаете, им понравится? Они уже клиенты. А вы можете сказать, а на это они еще и зарабатывают. Как вы думаете, не заходят? Вот уже 20 человек сразу. Можешь, не надо никому что доказывать? Банки не идиоты, чтобы с нами заключать договор, если вы какая-то ненормальная компания. Логично? Да или нет? Или все же деньги считают? Молодцы. Все, с этим понятно? Я, честно, хотел... До презентации хотел у Ромы, вот в конце будет Роман Проценко выступать. Я потом еще расскажу, девчонки, халостой. Честное слово. Вот, я хотел у него попросить его аккаунт показать. Ну, то есть, думаю, ладно, свой покажу, где я там на букинге всего лишь. У парня уже по 30 тысяч рублей кэшбэк и просто возвращается. Сами селсы с букингом путешествуют постоянно. Он и так это делает, но через нашу платформу экономит большое количество денег. Кстати, понятно? Да или нет? Да. Так, кэшбэк в мире, только онлайн. 84 миллиарда долларов. 84 миллиарда долларов, ребят. Это товароборот кэшбэка в мире. СНГ только формируется. На сегодняшний момент в компании, это уже старые слайды, у нас в компании не успевают делать слайды, потому что у нас в неделю 40-50 магазинов прибавляется. На сегодняшний момент, если вы зайдете на свитерс, просто в фильтр поставите, магазины, где-то 1258 магазинов. Понимаете? То есть такие, как Nike, Didas, TechnoTOM, наш место, Altyn, наш место, Ticket, KZ. Короче, много магазинов. Причем в России масса. Более тысячи. У нас там только 70, у нас только формируется рынок. А когда формируется рынок, что можно на этом сделать? Мне сегодня нравится. Так, как можно стать клиентом? Возникает такой вопрос? Да. Вы сегодня можете стать совершенно бесплатным. Классная новость? У вас никто не требует деньги, ребят. Классная новость? Аплодисменты этой новости. Но вы стали бесплатно. Что вы получаете? Вы получаете до 20% кэшбэк. Уже. Вчера вы не получали, сегодня бесплатно зарегистрируетесь. И уже получаете до 20% кэшбэк. Классно? Классно. Купили пример умного кэшбэка. В России до 1 февраля была акция на iPhone X. Знаете, такое? У кого iPhone есть? У кого Samsung? А кто круче? Я. iPhone. Война такая начала. Как лыжник и сноубордист. Окей. Итак, на iPhone X. И при этом в Билайне. Знаете, да? В России Билайне. Такую компанию. Вот. Люди все равно туда ходят, покупают. Но через нашу платформу, купив, здесь люди получили 6,5 тысяч рублей возврат денег с живыми деньгами при бесплатной регистрации. Классно? 6,5 тысяч рублей. Он все равно покупал в Билайне. Он зашел просто на свитер, сделал два действия. Кстати, хочу показать эти действия. Давайте выберем. Куда зайдем? Давайте приведем вот Алиэкспресс. Вы заходите на Алиэкспресс. Он вас выводит на карточку клиенту, то есть магазина. Здесь вы смотрите, какой кэшбэк, за что начисляется, какие акции и так далее. После этого нажимаете «Перейти в интернет-магазин». 5, можно все вместе. 4, 3, 2, 1. Перешли. Да, можно и так же, да? Перешли на Алиэкспресс. Все. У нас интернет здесь тяжелый, да? Все, вы зашли, поздравляем. Сразу прописывает 7,5-7% кэшбэка активировано. Вы все равно на Алиэкспресс бы зашли. Вы сделаны два действия больше. Как вы думаете, когда в Казахстане будут бары, рестораны, заведения, конфейни и так далее? Будет популярно? Очень. Простота. 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 Идем дальше. Бесплатно зарегистрировались, и все, уже 20% кэшбэка получаете. Идем дальше. Можно получать не 20%, а уже можно получать до 36%. То есть, что нужно сделать? Как клиент один раз в жизни потратить 34 евро. 34 евро сколько? 15 тысяч тенге. 15 тысяч тенге. Но те люди, помните, про айфон их сговорят? Здесь 6,5 тысяч рублей получили. Здесь человек один раз в жизни оплатил 34 евро, только за айфон вернул 9800 рублей. 60 тысяч тенге. 60 тысяч тенге. Заплатив 15. На всю жизнь. И все магазины, которые будут появляться, он постоянно будет повышенный кэшбэк. Что такое повышенный кэшбэк? К примеру, здесь компания какая-то дает 5%, здесь она дает 9%. Одна и та же. Например, здесь Алиэкспресс дает 4%, здесь он дает 7%. Какая-то компания здесь дает 9%, здесь дает 15%. Понятно, да? То есть, люди поймут с первого раза, что 34 евро, в принципе, интересно. Что дальше человек получает на 34 евро? Для чего это все рассказывает? Чтобы вы поняли суть продукта компании. Когда вы поймете продукт, вы любите с него, вы поймете, что на этом может делать состояние. Дальше. Когда вы получили, например, представьте, вы сэкономили на айфоне 10 тысяч рублей. Какое у вас настроение? У кого отличное? А будете этим отличным настроением делиться со своими друзьями? Вы им расскажете? На ссылку возьми купи. На ссылку вы поймете, получи бесплатно обратную связь, ну, то есть, я не знаю, турагентство, купи жене шубы, иди молоко в Ашане, купи хлеб, купи творог, купи все что угодно, магазинов куча. Вы скинули людям, они бесплатно зарегистрировались, люди пошли, получили кэшбэк, что вы получаете? 5% от его кэшбэка. У вас таких друзей может быть 100, 200, 300, 1000. Классно? Классно. У меня где-то около 1000 клиентов. Я пригласил 20-30, вообще их не знаю. Та-да-да-да, Роман Проценко, мой выстоящий аккуратер. У него сколько? Где-то 115, 120. 115 тысяч клиентов, ребят, за год. 115 тысяч клиентов, пригласил 20-30. Кто-то знает кого-то, кто-то знает кого-то. В месяц только с покупок людей 2-3 тысячи долларов. Классно? Он вообще их не знает. Кто-то купил молоко, кто-то шубу, кто-то телефон, кто-то турк путевку, кто-то яйца с утра пошел на работу, не успевал, он век себе сделал. И все получили кэшбэк, все радуются. Важность в том, что конечный клиент радуется. Мы не навязываем пользоваться ему продуктом. Он кайфует. Понятно с этим? Дальше. Более того, человек понимает, что здесь, ну, чуть-чуть невыгодно. Переходит сюда, заплатил 34 евро. Что вы получаете? За каждый переход человека 17 евро. Было у вас 100 бесплатников, стало 100 платников. 1700 евро получите, распишитесь. Классно? Ребят, я говорю только про клиентов сейчас. Я еще даже, ну, то есть, мы еще даже о деньгах не начали говорить. Можно зарабатывать в трех сегментах. Видно? Нет. Нет? А кому деньги интересны? Сейчас увидите сразу. Итак, смотрите. Можно зарабатывать в клиентах. Можно на франшизе. Можно на бизнесе. На клиентах зарабатывать. Поняли как? Просто рассылайте людям ссылки, они пользуются. Чем больше, у нас сегодня 7 магазинов, 8 открывается оффлайн рынок. Я вам показал уже, у вас будет банковская карта, вам ничего говорить не надо. Вы пошли, оплатили, получили кэшбэк с банка, получили кэшбэк с нашей компанией, все. Людям это нравится, получать живыми деньгами. Нет сегодня никого на рынке, кто раздавал бы кэшбэк живыми деньгами. Понимаете? Дальше, во всех магазинах, которые употребляют. С этим понятно, да? С этим как зарабатывать? У кого есть друзья-предприниматели? Подходите к ним, как с ними общаться? Подходите к ним и говорите. Скажи, пожалуйста, тебе клиенты нужны? Что он ответит? Да или нет? Да. Заходи на нашу платформу. У нас на сегодняшний момент 360 тысяч клиентов, 1200 магазинов от Adidas. Масса, Свездова, Ростикса, Ашана и так далее. Что он скажет? Он скажет, сколько стоит. А что вы ему говорите? Бесплатно. Ты просто заходишь на платформу бесплатно. Что он делает? Как происходит сегодня работа? Вот вы, к примеру, это Алиэкспресс. Вы отдаете Алиэкспрессу деньги. Он что дает? Товар или услугу. Все. То есть это обычная работа. Как в нашем случае. Есть Свитинс. Свитинс приходит, коллег спросит, говорит, нас уже 360 тысяч. Тебе нужны клиенты. Что он скажет? Много клиентов не бывает. Не важно, это Booking, iHerb, не важно. Почитайте историю Кока-Колы. Когда-то в свое время, я не помню точка в цифрах, но в свое время, когда она завоевала весь рынок, она перестала инвестировать деньги в рекламу. Она снизила рекламу на 20 или 30%. После этого за два месяца у них чуть ли не банкрот не случился. После этого они такие шутки не делают. Они постоянно люлинули денег в рекламу, чтобы товар был в голове у клиентов. Все, людям нужна реклама. Вы заходите на Свитинс, как мы с вами сделали, да? Заходите в Алиэкспресс. Купили, Алиэкспресс вам дал товар, но Алиэкспресс понимает, что вы пришли через Свитинс. Алиэкспресс дает денежку за то, что... Ну, как у нас в Казахстане, да? Бизнес по Казахстану. Брат, спасибо, что привел. Знаете, такой бизнес? Вот. Он отдает денежку. Отсюда оставляет часть себе, часть отдает людям. Этот доволен? Получил кэшбэк деньгами. Этот доволен? Получил товарооборот. Мы довольны? Получили комиссию, как Алиэкспресс, Убер и так далее. Если вы сегодня к предпринимателю придете и скажете, ты на платформу захочешь бесплатно, но если тебе пришел человек, потратил 10 тысяч тенге, дашь нам 500 тенге? За то, что мы привели, и он у тебя потратил. Не за рекламу, не за кликивание, не за переходы, не еще что-то. Конкретно пришел, потратил деньги. Дашь чуть-чуть денежек? Что он скажет? Все. Ну, предприниматели в очередь стоят. На последнем вебинаре с Натальей, с вице-президентом компании, она говорит, где-то 930 магазинов в очереди уже стоят. Понимаете? Их не успевают наши ребята в баню, ну, в смысле, подключать, интеграцию проводить. Потому что они заходят бесплатно. Кстати, понятно? Что получаете вы? У кого есть предприниматель? Еще раз руки поднимите. Красавцы. Вы просто богатее. Вы получаете 10% от товара оборота кэшбэка. Один раз подключили компанию. Один раз. И получаете постоянно 10% от товара оборота кэшбэка с этой компанией. Ваш человек пришел по вашей зубе, не по вашей. Подключили банк. Через него идут люди. Люди получают кэшбэк. От всего товара оборота кэшбэка вы получаете 10%. Классно? Мало вам, что ли? Объясни, как это работает. К примеру, вспоминаем наши айфоны X. Помним, да? Через Билайн прошло товар оборот по айфонам X миллион долларов. По-моему, если я не ошибаюсь, 11% был кэшбэк в тот момент. 110%. 1000 долларов Билайн отдал Свитебсу. В счет благодарности за то, что Свитебс сделал товар оборот в миллион долларов. Классно? Кто подключил Билайн, он радуется. Здесь 11 тысяч долларов. Кто подключил Билайн, получил товар оборот с товар оборота кэшбэка. Я пришел к предпринимателю, к своему другу, говорю, заходи на платформу. Все бесплатно, клиенты, он говорит, все классно, все здорово, я уже у вас. Но какой твой интерес? Почему ты ко мне приближался такой счастливый, говоришь, заходи на платформу? Я говорю, ну, во-первых, я твой друг. Я же заботился о твоем бизнесе. Ну, он посмеялся, конечно. Я говорю, ну да, это во-первых. Во-вторых, я буду зарабатывать 10%. Как вы думаете, что он сказал? Пять мои? Нет, это точно бизнес показался. Нет. Как вы думаете, что он сказал? Красавчик. Он говорит, а как мне получить вот эти 10% со своего же бизнеса? Нормально? Ну, нормальный вопрос. Я говорю, окей, покупай франшизу и под себя регистрируй бизнес. Потому что только люди на франшизе имеют возможность подключать предпринимателей. Ну, так и будет делать. Классно? Классно. С этим понятно? Да или нет? С этим понятно? Или нет? Да. Переходим ко второй, третьей части. Так, движемся дальше. Как можно зарабатывать? Компания продвигается методом партнерской программы. Называется как угодно. Партнерская программа, сетевой маркетинг, многоуровневая партнерская программа, реферальная система и так далее. Это на самом деле одно и то же. Скажите, пожалуйста, кто как относится к сетевому маркетингу? Кто позитивно? Есть такие линии? Так, люди неинтересны. Кто негативно? Вообще терпеть не может. Ребята, я с вами. Пять лет назад я был такой же. Вообще ненавидел. Знаете, вот такие листовки были? Там, на подъездах. Все срывал. Говорю, вы обманываете людей, я ненавижу вас. Знаете такие? О, ну окей. Но пять лет назад я его полюбил. В конце я расскажу, почему полюбил. Еще раз подоймите, кто ненавидит вообще просто терпеть не может. Как зовут? Сергей, почему ненавидишь? Шикарно. Дальше. Подоймите, кто еще. Почему ненавидит? Как вас зовут девушка? Анжелика, шикарно. Как? Эти вопросы бы в конце 100% в вас сейчас отложатся. Почему ненавидите сетевом маркетинге? Они не складываются. Шикарно. Во второй части вы поймете, откуда живет компания. Еще. Почему не любите сетевом маркетинге? Я отвечу на вас вопрос. Шикарно. Больше тратишь, чем зарабатываешь? Ты где был вообще? Ты назови мне какую-то компанию. Где так происходит вообще? Почему ненавидим сетевом маркетинг, ребят? Втюгивать и впаривать, так? Ой, так вы так и говорите, втюгивать надо. Есть друзья, которые вам впаривают? Когда я вас встречаю, что нужно сделать? Либо купить, либо послать его. Проще купить. Один раз купил, второй раз купил, третий раз уже посылаешь. Либо номер сменить, либо страну покинуть. Есть такие? Да. Здесь кто-то кому-то навязывает? Кто сегодня потратил деньги? Сколько вы потратили за день? Сколько? Десять. Десять, пятнадцать, двадцать, тридцать тысяч. Если бы там же сегодня потратили бы деньги, но сэкономили возврат денег семь-десять тысяч, было бы интересно? Да. Я вам впаривал? Десять. Вот поэтому мы и говорим. Это когда мне что-то говорит, о, сетевую маркет. Ну да, банки-то идиоты с нами заключают договор. Вы хоть видели, чтобы один банк запишет договор сетевую компанию? Какой банк-то? В конце сентября расскажу. Не имею полное право. И в России какой банк? Тоже в конце сентября. Потому что будет мероприятие 29-го, 30-го числа в Москве на три тысячи человек в зал Тесла Блаза. И где будут представители компании, представители банков? Подписались банком в России. Ну, наверное, значит, не подписали, да. Ну, раз ты так думаешь, пусть будет так. Я вас спрашивал, какой банк будет? Дожди сентября. Ну, почему? Конец сентября. Конец сентября, не имею права. Не имею права. Видишь, какие тайны? Все. Конечно, ребят, дождитесь. 1 октября вы все узнаете. Еще. Почему не любим сетевого маркетинга? А что такое сетевого маркетинга? Скажите, пожалуйста. Это просто продвижение товара либо услуги. Ребят, простым языком. Дональд Трамп, Роберт Киосаки. Что говорят про сеть? Самый крутой инструмент сделать с минимальных вложений, сделать состояние. Ну, если они идиоты, то ладно, пусть будет так. Ну, к примеру, понять, что это такое. Завод-изготовитель создал продукт, к примеру, за 30%. Мы за сколько покупаем? За 100%. 70% куда уходят? Посредники, таможня, реклама более 30-40%. Так? А сегодня самая лучшая реклама, это какая? Сарафанное радио. Вы отсюда уйдете, и каждые 15 метров будет баннер «Тает классный порошок». Шикарный порошок. Вы будете каждые 15 метров его встречать. Зайдете, взятите в машину, музыка будет «Тает классный порошок». Придете домой, телек, включите «Тает классный порошок». Но придет соседка и скажет, вчера купила блузку, постирала в тайде, не работает тайг. Купите после этого? А сколько денег на рекламу потратите? Что такое сетевый маркетинг? Вот это просто перечеркивает и говорит, ребят, есть живая реклама, люди. Зачем платить кому-то деньги, если можно платить деньги через маркетинг-план людям и на этом зарабатывать? Все просто. Окей? С этим понятно? Да или нет? Да. Есть 4 вида пакетов. Компания продвигается методом франшизы. Какие франшизы вы знаете? Макдональдс. Окей, это чуть дороговато, 2,5 миллиона, чтобы открыть Макдональдс. Еще подешевле есть? Слушай. Слушай. Слушай туда же. Нет, а суши, парикмахерские различные. Вот у меня был линейный бизнес, ну как он есть, я просто сделал на 18 городов Казахстана по франшизе. Стоимость эко-пакетов была франшизы 3,5 тысячи долларов и ежемесячно 350 евро люди мне платят до сих пор за то, что они купили франшизу. За то, что я с другом поехал в Европу, посмотрел эко-пакеты, привез сюда, запатентовал и все чудесно замечательно. Франшиза, франшиза, но это дает людям зарабатывать огромные деньги. У нас есть четыре вида франшизы. 1097 евро, 496, 888 и 1378 евро. Каждый из пакетов франшиз наполняемость идет продуктом. Продукт компании, продуктом компании является карта Голл, 34 евро, которая дает вам возможность сегодня получать живой кэш обратно. Пакеты у нас являются самоокупаемыми. Например, на пакете Платину 8 Голл карт. 8 Голл карт это те люди, которые, то есть те карты, которые вы можете реализовать и получить 34 евро обратно. 8 умножить на 34, сколько будет? 270. 270 евро ориентировочно вы заплатили 197, 270 получили. Разница ваша. То есть простым языком вы пришли на завод сахара и говорите, дайте нам оптом сахар, буду дома развешивать и продавать. То же самое здесь. Если большой пакет 1378 евро, 55 карт. 55 карт вы продали по 34 евро. Помните, как я вначале вам говорил, как продаются карты? Вообще быстро. 55 карт умножаем на 34 евро, сколько? 1870. У кого-то математика. 1870. Разница в 500 евро. Вы отбили свой бизнес и еще 500 евро заработали. Но на этом ваш бизнес не останавливается. 56 карта у вас уже не по 34, а по 17. 17 уходит в компанию, 17 уходит вам. То есть ваш опыт уже закончился. Кстати, понятно? Нет, не надо ничего за одного покупать. У нас есть отдельные пакеты для людей, которые реализуют постоянно карты. Есть отдельные пакеты, для которых ребята очень большие деньги делают, на самом деле. Я вам рассказал сейчас всего лишь про один вид дохода. А их около 8. Что вы даже на одном виде дохода, ваш пакет самоокупаемый. Что не скажешь про другие франшизы? Я узнавал франшизу Морона Роса, как-то заморачивался, купил. Ну, хотел купить. Это в районе 400 тысяч долларов. Я говорю, ва, круто, здорово. Он говорит, ага, это только наше имя. Оборудование, аренда и так далее. Ты сам оплачиваешь. Более того, если нам не понравится качество, какое ты производишь, мы отберем лицензию. Ты потерял свои 400 тысяч долларов. 1378 стоит максимальная лицензия. Окупается еще и зарабатывается. Нормально? Движемся дальше. Это только первый вид дохода. Второй вид дохода. Чтобы подключать предпринимателей, нужно иметь право на подключение предпринимателей. То есть купить лицензию на подключение предпринимателей. Лицензию можно купить либо на этом пакете, либо на этом. В этот пакет лицензия уже входит. Она уже вшита. Отдельная лицензия стоит 150 евро. Если вы купили за 888, то за 150 евро вы должны купить. Если вы видите вот этот слайд, вот здесь у вас вшито уже 55 лицензий. И каждый человек, который в вашей команде купил либо этот пакет, либо отдельную лицензию, вам компания платит по 50 евро. 55 евро умножаем на 50. Сколько будет? Сейчас мы математиками. 2750. И 1800 за карты. Вы уже в три раза купили свой пакет. Кто любит цифры, вы посмотрите эти цифры, просчитаете, эти цифры работают. Партнеров в компании за год уже 31 тысяча партнеров. Все идиотами быть не могут. Так? С этим понятно? Да или нет? То есть здесь лицензия вы покупаете на подключение предпринимателей. Вы один раз лицензию купили и подключаете хоть 100, хоть 200 предпринимателей. И на этом можете зарабатывать от товароворота кэшбэка. Как подключать предпринимателей? Приходите и говорите, нужны клиенты? Он говорит, да, нужны. Окей. Вот анкета. Заполни, пожалуйста. Я ее отправлю в компанию. С тобой сама свяжется компания. Вы договоритесь о комиссии кэшбэка. Вы договоритесь о моментах интеграции на нашу платформу. Вы договоритесь о всех договорах. Все. Вы вот эту анкету отправляете. Компания сама все договаривается. Вам потом на почту приходят. Поздравляем, ваш предприниматель встал на платформу. С этого момента вы получаете 10% от товароворота кэшбэка. Понятно? Вам не надо 2 месяца сидеть и разбираться в самом предпринимателе, какой у него супер бизнес. Если у вас здесь предприниматель, один цветочник, другого сахара, у третьего кафе, у вас голова просто взорвется. На этом есть люди, которые сидят за зарплату. Они работают, они знают свое дело. Они сами связываются, занимаются интеграцией. Все. Это очень круто. Саня, понятно? Да или нет? Шикарно. Саня, за 10% от товаровоплачивают. Это предприниматель или компания? От товаровоплачивают. От товаровоплачивают. Смотрите. Вот отсюда же идет определенный товаровопрот сюда. А вот 10% отдается тому человеку, кто подключил предпринимателя. Потом от этого часть отдается себе, компания берет, и часть людям, которые покупают, которым интересно получать кэшбэк. То есть там все математически просчитано. Вы с этим не переживайте. У нас на платформе уже 1200 магазинов, 1250. Как вы думаете, они нас проверили, прежде чем с нами сотрудничать? Как вы думаете, сейчас начнется опять расскажем, банк. Банки нас проверили или нет? Ну, две недели потерпите, потом узнаете банк. Не имею права рассказать, потом мне штрафка как аккаунт заблокируется. И скажешь, не надо было рассказывать. С этим банком? Конечно, посмотри, сколько прямых эфиров в Инстаграме снимается. Не скажем, потому что сразу президент смотрит, сейчас прямой эфир и скажет, все, я уже в бэкопе зайти не смогу потом. Третий вид дохода. Помните, я вам рассказывал про 34 евро? Да. 34 евро. Здесь вы можете, как клиент, подключать под себя в первое поколение людей. В первое поколение. Что такое первое поколение? Это те люди, которые зашли по вашей реферальной ссылке. Кстати, понятно? Когда вы купили какой-либо из пакетов, у вас эти поколения увеличиваются. Например, на пакете платину у вас увеличится до двух поколений. Например, вы пригласили Армана, Арман пригласил Акмарал. Акмарал пошла, купила хлеб, айфон, я не знаю, себе сама шубу. То, что муж не покупает, получила кэшбэк, при этом и вы получили, и тот человек, который подключил Акмарал. Все это понятно? Ну, если Акмарал подключат, я не знаю, Максима, и Максим что-то купит, для вас это будет третье поколение, и вы ничего не заработаете. На вот этих пакетах можно зарабатывать до десятого поколения. Как вы думаете, где людей больше, здесь или здесь? Понятно, да? У Рома на большом пакете, у него 115 тысяч клиентов. Понятное дело, что товарооборот большой. Переход с клиентского, да. Вы можете перейти сюда, отсюда можете перейти сюда, отсюда можете перейти сюда, а вот этот покупается один раз. А? Да-да-да. Есть такое. Надо к президенту, кстати, если такая возможность, такую идею. На неделю открыть возможность перехода с вот этого пакета на вот этот. Смотрите, как его надо. Даже два дня хватит, больше не надо. А то партнеры купили 888, ходят под предприниматели. Да-да-да-да, про тех престиж. С этим понятно? Да. Да. Идем дальше. Давайте расскажу, как зарабатываются деньги. Вы поняли, что такое сетевой маркетинг? Это метод продвижения товара, либо услуги. Причем вы каждый день кого-то пиарите. Каждый день. Вы сходили в стоматологу, вы сходили, не знаю, посмотрели фильм, вы сходили в классное кино, вы везде всех пиарите. Кому сегодня за этот день везет этот фильм? Двоим. А остальные пиарят бесплатно. Вы работаете бесплатно, ребята. Представляете? Вот эти 70% ориентировочные, это просто для примера, отдаются живой рекламе. Потому что я сегодня рассказал партнеру, либо предпринимателю вставая на платформу, я ему сделал хорошо? Да, он классно, он будет развивать свой бизнес. Либо я расскажу этому человеку, кто хочет зарабатывать в сети и на этом сделать большие деньги. Потому что каждый пятый миллионер в Штатах выходит из сетевого маркетинга. Почитайте историю, посмотрите. Дальше. Как мы здесь зарабатываем? Давайте, к примеру, рассмотрим на большом пакете. Престиж. Сколько стоит? Вон, уже, видите, уже запомнили. Все нормально, может работать в нашей компании. Окей, вы подключили пакет Престиж. В каждой компании есть свой маркетинг-план. Кто какие сетевые компании знает? Скажите, пожалуйста. НЛ, все, кто-то у нас зарабатывал. НЛ, еще. Нью Диэс Гейм, Ари Флэм, еще. Вербалайф, еще. Тиньши, еще. Да, а теперь скажите, пожалуйста, в этих компаниях нужно менять привычки людей? Да, у нас нужно менять привычки людей? Нет. Да? Кто говорит, да? Нет. Немножко при этом получать удовольствие. Да? Все. Вам не надо пить БАДы, чтобы хвост не отрос. БАДы пить надо. Но для этого надо купить БАДы и пить нормально. То есть, если в маркетинге денег нет, зачем там работать? Окей. Вы купили пакет Престиж. Есть различные маркетинг-планы. Есть маркетинг-планы с солнышком. Знаете такой маркетинг-план? Да. Всех под себя в первую линию. 20-го человека подключил. Пока 20-го подключал первый вздох уже. Ты говоришь, ало, ты же хотел быть богатым. Давай, карнай. Он говорит, не, все, я пошел на работу. Отлично. Вот. То есть, здесь чуть-чуть неинтересно. Понимаете, есть бинарный маркетинг-план. Он вообще классный бинарный маркетинг-план. Этот бинарный, как слово бит, две ноги. Правая нога и левая нога. А что происходит? Вот вы писали на пакет 1378. И у вас есть предприниматель. Как вот я подключил предпринимателя. Он говорит, я хочу сам себя зарабатывать. Я говорю, окей, подключайся. Сейчас он ждет оффлайн-бинар. Он подключился на пакет Престиж. Он говорит, я не хочу сеть качать. Вот у меня просто хочу свой магазин. Что я зарабатывал? Помните, у меня было... Давайте так. У меня было 55 карт, помним? У меня осталось 54 карты. Мне начислилось 34 евро. Плюс у меня осталось 54 лицензии. И мне начислилось за одну лицензию 50 лицензий. Плюс за личную рекомендацию мне компания начислила 116 евро. Суммарно 200. 200 евро заработал. Классно? Классно. Предприниматель доволен? Предприниматель доволен. Причем, знаете, у меня один ведущий пришел в Томодарне. Он говорит, быстро расскажи про компанию. Надо ли такое, быстро, быстро, быстро. Я говорю, окей, сколько свадьбы у тебя стоит? Он говорит, 2000 баксов. Я говорю, заплати 400 баксов за то, что я тебе найду свадьбу. Он говорит, да. Я говорю, ты все, мы нашу компанию поставь. Это кэшбэк, говорю. Он говорит, а хочешь зарабатывать со своих конкурентов ведущих? Он говорит, да. Подключи их на платформу, ты будешь зарабатывать 10% от кэшбэка и свадь. Классно? Он говорит, прикольно. Предприниматель доволен, знаете, как нравится? Предприниматель, есть конкуренты? Да, он может их подключить из их бизнеса. Зачем с ними спорить? Просто из их бизнеса он зарабатывает. Все просто. Дальше. Заработали 200. Сюда подключили, потому что у вас либо вправо, либо влево. Второго человека подключили сюда. Но у него нет собственного бизнеса, он хочет построить сеть. Он просто увидел и говорит, ребята, здесь я могу сделать состояние. Честное слово. Потом покажу примеры людей, которые в нашем бизнесе зарабатывали. Дальше. Он подключился на макет престиж. Что происходит? Кто выучил уже? 34 это за что? За колокарту. 50 это за что? За лицензию. Плюс 16 евро за личные рекомендации. Итого 200. Но здесь срабатывает уже дополнительный источник дохода. Бинарный маркетинг план. Один человек слева, один человек справа. 116 евро. Две франшизы. 516 евро. Классно? Классно. Этот подключил свой бизнес, этот пришел работать в сеть. Все. Кто-то строит клиента, кто-то просто сеть. Все что угодно. Цель непонятно? Что происходит дальше сейчас? Что происходит дальше? Почему бинарный маркетинг план? Очень классный маркетинг план. Его же тоже кто-то пригласил. А его? Логично? Логично. Что происходит? У этого же тоже люди есть. Одного человека сюда, остального куда? У меня живой пример. У меня две с половиной недели подключилась Наталья. Она вот так сюда встала. Она подключилась в четверг, в пятницу пришел Саша. Я вот смотрю, Саня, встань. Где-то у меня. Так, здесь. О, скрывается. Итак, он подключился сразу на треугольник. Я Наталье звоню, говорю, а вот я ее подключил сюда. Я говорю, Наталья, я вас поздравляю, у вас в правой ноге есть товарооборот. Она говорит, откуда? Я говорю, это бинарный. То есть вы его даже знаете? Ну мне некуда больше ставить, либо влево, либо вправо. Дальше с Натальей мы идем на встречу, подключается на следующий день ее Наталья. Она куда встает? Сюда. Я звоню Сане, говорю, Саня, ты только работал. Пока ты на работе, команда работает. У тебя товарооборот справа ноги. Он говорит, откуда его? Это бинарный. Он говорит, я не знаю, что это такое, но я его уже люблю. Поняли, да? Если здесь все в первую линию, и там реанимировать надо потом все. 0,2 вызывать, 0,3, 0,4, 0,5. Все подряд, лишь бы реанимировать. То здесь бинарный. Что происходит дальше? Вот сюда подключились двое, а этот пригласил двоих, либо этот пригласил сюда. Вы этих двоих, этих двоих знаете? Да или нет? Нет. Нет, но один человек справа, один человек слева, вам начисляют деньги. Откуда берутся деньги? 100% товарооборота компании, 60% уходит в сеть, 40% уходит в компанию. Все честно. 60% в сеть, 40% в компанию. Компания, товарооборот компании за прошлый год 16 миллионов евро. 16 миллионов евро за год, 9 миллионов 600 продали в сеть. Есть люди, которые вышли на доход, ну ладно, Роман, процент не расскажет. Вот парень сидит, сколько тебе? 32. 32 года за год, сколько ему продавалось? Ну, это 260 тысяч. 260 тысяч евро человек заработал. Кто верит в эту сумму? Кто не верит, давайте так, честно, нет. Как сегодня можно понять, сколько человек зарабатывает? Пожалуйста, скажите. Сайтифик, ты меня. Как можно понять, сколько человек зарабатывает? По инстаграм. Инстаграм, ребят. Да, по белым зубам, да, понятно. Инстаграм. Если вы посмотрите, сколько человек путешествует, и он ежевечно тратит только на путешествия в ту или иную страну, в отелях нужно жить, еще дальше, вот все, в Риксесе, да? Сколько мы отдали за это? 1200 долларов за 4 или за 5 суток. Это 5 суток он здесь, прилетел сюда, дальше в Москву, только с Кипра прилетел. Если человек тратит 10-12 тысяч долларов на поездки в Пейсе, сколько он зарабатывает? Только не говорите 13. Значит, логично надо понимать. Год назад парень на работу, 2 июля пришел в компанию, до этого делал за 50 тысяч рублей сайты. Винчо. Винчо, да? В Москве 50 тысяч рублей. Это нормально, нет? Для любителей. Все, в цепи сегодня в команде у меня 14 тысяч человек. 14 тысяч человек. За год, ребят, без опыта в сети. Понятно? Цепи понятны или нет? Короче, ребят, я сильно не буду углубляться, потому что система очень интересная. Вы задайте вопросы потом тем людям, тем людям, которые вас сюда пригласили. Еще про один бонус расскажу быстренько, потом уже буду презентовать наших гостей. Классный бонус. Бонус за подготовку лидеров. Знаете, в чем минус классического маркетинг-плана? Вот этого. В том, что если вы подключили человека, и он догнал вас по карьерной лестнице, ваш чек падает. Вы начинаете меньше зарабатывать. Вы вот погода растили, сделали из обезьяны обыкновенного человека разумного. Он начал деньги зарабатывать. Что потом происходит? Все, он говорит спасибо, компания говорит спасибо, вы его вырастите. Все, денег тебе больше не дадим. Иди расти другого. Здесь очень справедливая система. Вы его вырастили. Даже если человек больше вас зарабатывает, вам компания все равно платит за то, что вы когда-то с ним проработали. К примеру, кто сегодня первый раз? Классно. Как вас зовут? Тумархан. Да? Очень приятно, Александр. Итак, Тумархан. К примеру, вы пришли в компанию, и за месяц заработали тысячу евро. Классно? Интересно было бы дополнительно. Да. Вы пригласили, кто еще первый раз? Как вас зовут? Амина. Вы пригласили Амину. Амина вообще прям классно разобралась быстренько, и за месяц заработала ту же тысячу. Что вам плюс? Так как вы на большом пакете, вы понимаете, что на большом пакете заработает больше, Амина заработала тысячу евро. Все, все нормально, Амина заработала. Но так как вы привели Амину в компанию, компания понимает, что вы уделили месяц ей, вы с ней вместе проработали, помогали со встречи, вы рассказали о бизнесе. 25% от заработка Амины, помимо того, что вы получили тысячу евро, 10-50 евро к вам. Классно? Амина, вы подключили, кто еще для нас? Как вас зовут? Надежда. Что-то у вас такое лицо, чуть-чуть грустное для Надежды. Надо же верить, нормально. Надежда и любовь. Все дела. Вы заработали примерно так же тысячу, просто чтобы проще работать. Амина заработала 250. Вы свою тысячу получили, все классно. Вы знаете Надежду? Познакомьтесь. Все нормально. Но вы даже знать, не знаете Надежду, компания вам заплатит 200 евро. С этим понятно? Да. До пятого поколения. Все прощительно, математически, все работает. Как вы думаете, Рому кто-то подключил? Все-таки, да. Наталья Жукова, естественно, мы прямой эфир приедем, Наташа, мы тебя часто вспоминаем. Самая популярная человек. Она подключила Рому, Рому говорит, три месяца, ничего не делала. Ромочек номер один компании. За год заработал 260 тысяч евро. Как вы думаете, Наталья рада, что Рома первый человек компании? Очень. Безумно рада. Вообще безумно. У нее вообще никаких храпить нет. Потому что компания благодарит за то, что она пригласила Рому. И Рома сделал товарооборот. Верите в это? Не верите? Компания с вами, без вас, она сделала 360 тысяч клиентов. С вами, без вас, за следующий год она сделала следующий миллион клиентов. Все. Понимаете? Все это понятно? Да или нет? Да. Отлично. Небольшие примеры людей, которые здесь... Более того, у нас осенью выходит уже свой цифровой банк. Кто знает банк Нинькофф? Кто слышал? Банк без одного физического отделения делает миллионные товарообороты. Просто. У нас выходит свой цифровой банк. Дальше. Своя платежная система конец 2018 года. Конец 2019 года. 2019 год посвящается рынку СНГ. 2020 год посвящается рынку Европы. У нас только старт, ребят. Мы только начинаем. Все это понятно? Небольшие примеры, ребят. Ну, то есть, тут разные. То есть, разряда получится у вас, не получится. Важно понять, я, знаете, у меня такая хорошая фраза «И зайца можно научить курить». Это при его желании. Понимаете? То есть, мама в декрете за полтора месяца сто тысяч рублей. За шесть месяцев миллион рублей. Один месяц пятьдесят тысяч рублей. Это чеки, которые ребята нам делают скриншоты из бэк-офисов. Это не так, типа, «Ром, напиши, сколько я хочу». Нет, вот сколько заработал, все по-честному. Дальше. Миллион рублей за четыре с половиной месяца. Причем, в феврале месяца, да, он, «У меня ничего не получается, ребята, помогите». Вышел за четыре с половиной месяца на миллион рублей. Больше. Больше. За два месяца. Дальше. Сейчас покажу хороший пример. Илья Себастьянов. Это лично приглашенный Рома Проценко. Илья за десять месяцев заработал десять миллионов рублей. Как вы думаете, Рома рад? А? Огорчен. Огорчен, что не двенадцать миллионов рублей, да? Говорит, «Люха, давай работай больше». Цель непонятно? Да, окей. Ну что, ребят, давайте тогда… Ладно, не будет все. Мы с женой заработали за пять месяцев получается где-то тринадцать половиной тысяч долларов. Нормально? Ну, и так, чуть-чуть. Давайте так. Кому интересно, почему я пять лет назад ненавидел сетевого маркетинга, а потом его полюбил? Да? Я пять лет назад сидел на такой подобной презентации. Сидел на понтарк, потому что мне было двадцать пять лет, да, мне сейчас тридцать, вот, и я работал тогда в Кесел, зарабатывал шестьсот тысяч тенге до двадцать, это две тысячи… Двенадцать, что ли, в год. В принципе, до двадцати пяти лет холостой шестьсот тысяч тенге, это тогда еще было практически двадцать тысяч долларов, это было нормально. Сидел вот так на понтарк, типа, че мне там рассказывать? Приехал тоже лидер из России, выпедривался я, вот, пять пять минут выпедривался, последние пять минут включил мозг, знаете почему? Потому что он сделал такую считалочку, он говорит, ребята, просто считалочки из финансового тренинга, будете вы сами в бизнесе, не будете, не важно, просто считал, чтобы мозг заработал, у меня после этого мозг не выключается. Хотите такую считалочку? Да. Что в среднем человек хочет за всю свою жизнь? Мы часто считаем свою жизнь, мы часто считаем сколько нужно Оливье на Новый год, сколько нужно алкоголь на свой день рождения, но мы забываем просчитать жизнь. Что в среднем человек хочет за всю свою жизнь? Среднестатистически. Квартира, машина. Квартиру за сколько посчитаем? Доллары давайте. Ну давайте 100 тысяч, чтобы скорую не вызывать уже там в подсчетах. Машину какую хотим? Мужики сразу 150 тысяч, да? Нет, ну с такой квартирой давайте 30 хотя бы. И то в кредит. Дальше. Ремонт хотим? Это правда жизни, ребят. Ремонт какой хотим? Женщины говорят за соточку, мужики говорят, ну хотя бы за десятку вправимся нормально. Все, надо машину скинуть, да? Сколько ремонт? Ну давайте 40, ладно. Помечтаем еще сегодня. Итак, сколько выходит? 170. Средняя зарплата в Казахстане сколько? 300 долларов. Знаете, как считают? В Петропавловске 50 тысяч нигде, в Астане 200 тысяч нигде. 50 плюс 200, 250 делим пополам. 125 тысяч средняя зарплата. Средняя где-то 300. Доллары. Сколько человек в среднем работает за всю свою жизнь? Всю жизнь, правильно. 40 лет. Так, калькуляторы достаньте, будете помогать. Все, это не относится. Успокойся, расслабься. Бизнесу не относится. Это просто, чтобы вы думали чуть-чуть. Итак, умножаем на 40 лет и умножаем на 12 месяцев. Сколько это будет? Почитайте, пожалуйста. 300 долларов умножаем на 40 и умножаем на 12 месяцев. 144 тысячи долларов человек зарабатывает за всю свою жизнь. Сейчас будем говорить, что мы же по карьере растем. Это зарабатывает, это не откладывает. Это зарабатывает. Окей, если человек зарабатывает тысячу долларов, за 10 лет сколько? За год сколько? 1200. За 10 лет сколько? 12 тысяч. За 40 лет сколько? Полбиллиона долларов. Цена вашей жизни полбиллиона долларов. Купили квартиру, машину и 10 лет по путешествию и функцию. Все. Это зарабатывает. А сколько он может отложить с 1000 долларов? Правильный ответ нисколько. Теперь еще столько же не хватает. Хотя бы 100 долларов. Правильно? 100 долларов отложил в месяц. За год сколько? 1200. За 10 лет сколько? 12. За 40 лет сколько? 50. Цена твоей жизни 50 тысяч долларов. сэкономил, скопил, отдал внукам и помер. Это правда жизнь. Ребята, можете спорить, может нет, математика правит жизни. Все. 170 тысяч долларов. Средняя зарплата. 300. Делим на 300 долларов и делим на 12 месяцев. Сколько выходит? Начинайте, пожалуйста. Я говорю, пять лет назад я 55 минут умничал, за 5 минут я просто прозрел. Сейчас вы поймете. Вы дома придете и посчитайте, если вам интересно. Сколько будет? 47. Чего? Лет. 47 лет вам нужно откладывать по 300 долларов, чтобы через 47 у вас была квартира, машина. Решевая фраза была. Сгниет уже. Это откладывать по 300. Это надо не есть, не пить, не одеваться, не обуваться. Девчонки, забудьте про пацанов, пацаны, про девчонок. Все. В позе лотоса зависли и 300 долларов копим. Ну, их надо зарабатывать. Знаете, почему я прозрел? Я пришел домой, было домашнее задание. Почитайте свои заветные такие, мечты и цели. Почитал два дома и три машины. 834 года. Понял, что не доживу. Пора что-то менять. Все. 834 года. Я вроде как нормально, 600 тысяч в тенге зарабатывал, 25 лет, типа перспективы. Посчитал, 834 года. Два дома и три машины. Все. Зачем так много, правильно? Кто сказал, зачем так много? Лучше квартиру у Окса и все, больше ничего не надо. Можно помирать. Логично? Логично. Если мы это хотим не 47 лет, хотим хотя бы через 5 лет. Да? За 3 года не поверим? Нет. А за 10 лет оно не нужно, да? Не хотим 10 лет. Лучше 40 лет по найму, чем 10 лет нужно. Правильно? Окей. Делите, пожалуйста, 170 тысяч, делить на 60 месяцев. Это 5 лет. Сколько будет? Тысячу? 2 800. Чего? Долларов это нужно не зарабатывать, а откладывать со следующего месяца. Откладывать со следующего месяца 2 800 в течение 5 лет, чтобы через 5 лет у вас была квартира и машина. Классно? А что, 2 800 отклада сколько нужно зарабатывать? 3. Да? Нет. Как минимум 15, ребят. Как минимум 15. Потому что вы по-другому питаетесь, одеваетесь, выходите в другие рестораны, читаете меню по-русски, а не по-арабски. Знаете, как по-арабски люди читают? Справа налево. Сначала, что будет стоить, а потом, что нужно. Такой, так, так, так. А, нет, хлеб. Это правда жизни. Ребят, вы можете познать меня, вы можете познать компанию, там, всех вообще, кто вас пригласил, вы цифры не пошлете. Придите домой, посчитайте. Просто узрейте. Честно. И после этого я понял вообще, что надо что-то менять. Я начал разбираться в бизнесе. Это 5 лет назад. И пришел в сеть, двигался дальше. Вот и все. Поймите одно, что рынок кэшбэка в любом случае будет с вами и без вас. В Штатах он уже есть, в Европе есть. Людям нужны интересно получать живой кэш. С вами и без вас через год будет миллион клиентов. Через год будет в Казахстане 2, 3, 5 тысяч магазинов, баров, ресторанов. И помните одно, если сегодня вы просто пропустите эту возможность, помните одно, что через год вы будете пить кофе в наших заведениях. И помните, вы пьете кофе, получаете кэшбэк, а мы на вашем кофе зарабатываем. Классно? И сейчас я хочу представить гостей из России, матушки России, как говорится, да? Человек, который, он сейчас вам, кстати, и про банки рассказал, вот у него можете это, может он сдастся.